2014 год на исходе, поэтому каждый старается завершить все начатое и подвести итоги. Так, в Екатеринбурге состоялась традиционная встреча губернатора Евгения Куйвышева со средствами массовой информации Свердловской области. Пресс-конференция была посвящена итогам социально-экономического развития Среднего Урала в 2014 году, реализации майских указов и планам работы на предстоящий год. На встречи с губернатором побывали корреспонденты федеральных СМИ, журналисты из Екатеринбурга, их коллеги из телекомпании, газет, информационных агентств всех муниципальных образований региона, в число которых вошли также и представители СМИ Артемовского. Объектив телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» не упустил ни одного момента. В самом начале пресс-конференции губернатор предложил сразу приступить к вопросам и ответам. И первый, касающийся импортозамещения, а именно о выбранных стратегических направлениях в сфере АПК. Образом их стимуляции прозвучал от российской газеты «Урал». В целом и в частности мы, конечно же, сегодня ставим себе задачу заместить те комплектующие, заместить те товары нашими отечественными производителями. Конечно же, это называется прямое импортозамещение. Но для того, чтобы начать выпуск новых комплектующих, новых продуктов, новых единиц продукции, необходимо, конечно же, развивать собственную промышленность. Для того, чтобы развивать собственную промышленность, сегодня есть программа развития промышленности. Программа развития малого и среднего бизнеса, которые предусматривают определенные инструменты поддержки. Предприятием, вкладывающим в развитие промышленности, рассказал Евгений Куевашев. Это и субсидирование процентных ставок, это и субсидирование приобретения оборудования, это и льготное налогообложение, это и участие в особой экономической зоне и так далее, и так далее. Целый набор инструментов. Губернатор отметил пример, как удалось выстоять нашим предприятиям, участвовавшим в кооперационных связях с украинскими компаниями в произошедший кризис на Украине. Многие наши предприятия, многие предприятия участвовали в лёгкооперационных связях с украинскими компаниями. И, конечно же, для того, чтобы не остановить выпуск конечного продукта, в том числе и на наших предприятиях, были, скажем так, варианты задержки поставки комплектующих. Но, слава богу, этого удалось избежать в целом. Бизнес, как всегда, оказался в этом смысле очень находчивым. Нашёл новые комплектующие, новых поставщиков из других стран. Но для того, чтобы полностью изолировать себя от подобного рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу выпуска этих комплектующих у нас. По словам Евгения Куйвышева, сегодня Свердловским Минпромнауке подготовлена программа импортозамещения, которая обсуждается на советах главных конструкторов непосредственно с компаниями, у кого есть доля иностранных комплектующих. Также губернатор отметил и существующую программу локализации выпуска продукции. Безусловно, взаимные эмбарго, взаимные санкции дают возможность развиваться в том числе и нашему бизнесу. Нашему бизнесу, и пример тому есть, это и продукты питания, не только в промышленности, это и продукты питания, и в промышленности комплектующие. Вот совсем недавно был подписан акт, акт на выпуск поездов «Ласточка», где уже опережающими темпами идёт замещение импортных комплектующих. Сегодня это уже почти 63%, а по планам должно было быть чуть больше 50%. И так далее, по всем направлениям, по всем выпускам нашего конечного продукта, наш Минпромторг с нашей комиссией, с советом главных конструкторов работает в постоянном режиме. Следующей темой стали объёмы ввода жилья в регионе, а также будет ли это жильё востребованным в условиях повышения Центробанком ключевой ставки на 17% и в соответствии с возможным повышением ставки на ипотеку. Что касается в целом построенных квадратных метров, Евгений Куевышев отметил, что регион выполняет данную программу с опережающими темпами. У нас некоторые есть муниципалитеты, которые в два раза превысили соглашения между правительством Свердловской области и муниципалитетами, где в два раза превышены показатели тех обязательств, которые были взяты на себя в 2013 году. На вторую часть вопроса о востребованности жилья в нынешней ситуации Евгений Куевышев рассказал о создании рабочей группы, которая занимается мониторингом существующих проектов, строительством заявленных метров жилья. И безусловно, что правительством Свердловской области будет внимательнейшим образом отслеживаться ситуация на рынке кредитования. Безусловно, мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию на рынке кредитных учреждений. Та ситуация, то жилье, то востребованное жилье или тот рынок жилья, где это жилье будет продаваться, главное, чтобы без боев было, без остановок, без кредитов, пений, то, естественно, мы будем только помогать. А там, где случится что-то, случится в том числе и по непреднамеренным или преднамеренным, будем внимательнейшим образом разбираться. Но в целом, хочу сказать, что если будет повышенная ставка по ипотеке, конечно, это будет гораздо сложнее. Одним из интересных вопросов прозвучал вопрос о муниципалитетах, вернее, их полномочиях и схеме управления. Во время заседания общественной палаты сказали такую фразу, что если муниципалитет не справляется со своими полномочиями, то область может взять их на себя. А скажите, в связи с этим заявлением, как вы оцениваете эффективность мэрии Екатеринбурга? И второй вопрос, также, возможно, связан с нашими муниципалитетами. По новой системе изменилась схема управления Шали. Скажите, пожалуйста, какой город будет следующим? Коль что-то происходит в муниципалитете, хорошо, если муниципалитет признает свои ошибки и исправляет. Есть муниципалитеты, которые апеллируют постоянно на вышестоящий или на какой-нибудь памятник, чтобы вот он виноват или погода не состоялась. Коль апеллируют в том числе и ко мне, что кто-то считает, что вдруг не исполнили те или иные полномочия, указали президента, либо что-то другое, виноват в этом субъект федерации, мы с полной ответственностью возьмем эти полномочия на себя и будем их выполнять. Тогда и апеллировать правильно будет и спрос у нас. Но есть те муниципалитеты, которые вовремя умеют исправлять ошибки, которые признают и самое главное объясняют это людям, то мы только этим муниципалитетам будем помогать. Далее губернатору были заданы вопросы, что изменится для региона в связи с тем, что он перестал быть дотационным. И по инициативе губернатора относительно закона о старательстве. Евгений Куйвышев по самодостаточности региона отметил, в условиях программно-целевого метода финансирования, сквозного метода финансирования, дотационный или недотационный город или субъект. Это всего лишь игра слов. Денег, которые мы собираем в результате налогов, налогов на уровень бюджета субъекта, на исполнение наших полномочий их хватает. Но есть федеральная программа. Есть федеральная программа, где мы участвовали и будем участвовать. И объем финансирования из федерального бюджета, исходя из тех посылов, которые я сегодня имею, снижаться не будет. Что касается возрождения старательства на Урале, Евгений Куйвышев назвал эту тему непростой и привел пример. Есть простой случай. Один егерь, который работает у нас, нашел небольшое месторождение полудрагоценных камней. Он потратил время и силы, может быть, благодаря тому, что ему с этим месторождением делать. Он его нашел. Для того, чтобы дать возможность этим людям, те, кто занимается этим делом, зарабатывать деньги официально, платя налоги, нанимая других людей или заниматься продажей того, что он нашел, нужны соответствующие законы. И действительно, сегодня в большинстве своем, если мы говорим о физлицах, это все идет, как говорят, мимо кассы. Сегодня мы этого не видим. Сегодня все наши драгоценные, полудрагоценные камни, которые находят физлица, им некуда с ними пойти. Они не знают, что с этим делать. Они были готовы жить по правилам, готовы бы жить по закону, сдать в приемочные пункты, продать ли банку. Но сегодня такой возможности нет. По словам губернатора, сегодня необходимо принятие закона по старательству. Необходима законодательная инициатива, которая должна пройти процедуры согласования и принятие законодательными органами. Это целый процесс. И к работе уже подключены депутаты Государственной Думы, представители Министерства природных ресурсов Российской Федерации, экспертное сообщество. Поэтому вопрос решается. Надо сказать, тем для вопросов губернатору журналистов возникло в ходе пресс-конференции огромное количество. Так, отвечая на них, Евгений Куйвышев отметил и успех по решению вопроса дефицита мест в детских садах. За два с половиной года создано 44 тысячи таких мест. Сегодня нет ни одного муниципалитета, где бы не работали по этому вопросу. По сути, по своей, мы когда проводили исследование, ведь проблема в очередности дошкольного образовательного учреждения была номер один. То сегодня у меня есть все основания говорить о том, что в 15-м году мы эту проблему решим полностью. Сегодня весь задел, там 66 новых объектов, сегодня в разной степени строятся. 13 тысяч, которые вот до решения этого вопроса мы обязательно введем, и мы проблему в этом смысле решим во всех муниципалитетах. Сегодня, кстати, в некоторых муниципалитетах эта проблема решена уже. Говоря о ликвидации дефицита мест в детских дошкольных учреждениях, об успешном выполнении данной программы губернатор поделился с журналистами и проектом не совсем стандартного мышления «Школа-детский сад». По мнению Евгения Куйвышева, из такого единого центра, а также возможности трансформации образовательного учреждения можно извлечь много плюсов. Да, здесь есть экономические эффекты, безусловно. Это единый пищеблок, единое спортивное ядро, единый узел учета, единый, самое главное, уже не экономический, единый преподавательский коллектив. Это самое главное. И ребенок, придя в детсадовском возрасте в одно учреждение образовательное, учится и живет там до 11 класса. Это возможность наблюдать за ребенком, за раскрытие его талантов. Самое главное, Евгений Куйвышев отметил те плюсы проекта «Школа-детский сад», о которых в свое время никто не задумывался. Возможность внутренней перетрансформации. Запроектировано 800 мест школьников и 200 мест дошколян. Так вот, в зависимости от демографического подъема или спада, внутри перегородками это можно трансформировать в сторону увеличения детского сада и в сторону, и как в обратную сторону. То есть это возможность вариации увеличения мест в детских садах, либо, если будет яма, мы рассчитываем, что это, конечно, не будет, но если вдруг такое произойдет, чтобы не получилось так. Мы в одни годы раздали все детские сады всем, значит, и школ не хватало, и в детсмены учились, а в другие годы начали забирать. То есть это вопрос такой постоянной привязанности к одному и тому же месту. Первое такое учреждение запланировано заложить в микрорайоне Мичуринский в Екатеринбурге. Губернатор пообещал, что подобные проекты будут реализовываться и в других муниципалитетах. Все зависит от того, как покажет свою эффективность данная система. Нестандартный подход к решению других проблем прозвучал в ответах Евгения Куйвышева на многие вопросы, где прослеживалось четкое понимание ситуации и дальновидность расчетов, и при этом никаких пустых обещаний. На вопросы журналиста из Каменско-Уральского по поводу строительства моста и Сесердского водовода. Губернатор сказал, что, безусловно, мост – это один из приоритетов, и область готова начать финансирование или войти в софинансирование. Но в данное время молчит инвестор. Давайте поживем месяц-два, посмотрим, как у нас дела обстоят в экономике, и потом решение. Безусловно, мост Каменско-Уральский – это один из приоритетов. Говоря о строительстве Сесердского водовода, губернатор подчеркнул, что любой проект требует точных расчетов, чтобы деньги тратились с умом. Мы с Дмитрием Александровичем Пумпианским разговаривали. У него много производств за границей, в том числе есть. И он для своих производств использует очистные сооружения локальные. По нынешним, вернее, не по нынешним, а по СНИПам и нормам, санпиновским нормам, наличие такого оборудования, как очистные сооружения локальные, не позволяли нам чистить воду. Сегодня есть технологии, и я поручил Министерству энергетики и ЖКХ посмотреть все технологии самой передовой очистки. Но весь мир так живет. Мы не можем себе позволить 70 километров тянуть трубы. Раньше технологий не было такой очистки. Сегодня технологии совершенно другие. Сейчас все другое. Другие технологии, другая очистка. Сейчас, извините, самую грязную воду из луж очищают так, что она лучше, чем минеральная вода, самая чистая. Но это лучше и дешевле, и качественнее. И самое главное, потом это не скажется на квартплате людей. Ответил губернатор и на вопрос по обеспеченности лекарствами, в первую очередь льготными, и медицинской техникой. По лекарствам, по приобретению оборудования, по обслуживанию никаких проблем не будет. Очевидно, это учтено в сегодняшнем бюджете, в нынешних ценах. И если потребуется дополнение, мы обязательно изыщем возможность добавить эти деньги. Здесь ни у кого никаких сомнений быть не должно. В ходе пресс-конференции были затронуты темы строительства дорог и жилищно-коммунального хозяйства. На вопрос о справедливости распределения дорожного фонда среди муниципалитетов Евгений Куйвышев сказал, что распределение проходит в соответствии с законом. В соответствии с законом о дорожном фонде сегодня каждый муниципалитет имеет свой дорожный фонд. И гарантированно муниципалитет может рассчитывать на те деньги, которые придут к нему в дорожный фонд. А он идет от акцизов, как вы понимаете. Есть областной дорожный фонд, который должен тратиться на содержание, на ремонт, на строительство дорог регионального значения. И поверьте, сегодня как нехватка дорог регионального значения, так и содержание и ремонт, они сегодня действительно необходимы для региона, для региональных дорог, для строительства окружных дорог и так далее, и так далее, для возведения новых магистралей. Но мы стараемся вникать в проблемы муниципалитета, где действительно, как в Полевском. У них никаких бы денег там не хватило своим собственным дорожным фондом сделать. Конечно, помогли. Исходя из реального состояния дорожного полотна. Работает министерство, вносит свои предложения, выстраиваются приоритеты. Ну, тут можно муниципалитеты понять, сколько бы ни было денег, их всегда не хватает. Вот всегда. И поверьте мне, я тоже когда-то работал и в Тюмени, и в Тобольске, и в Пойковском. Всегда денег не хватало. Коснувшись темы жилищно-коммунального хозяйства, был задан вопрос о постоянно меняющемся законодательстве и неразбирающемся в нем населении. Люди запутались в ремонтах, переначислениях, разнице за тепловой ресурс. Появится ли ясность в этом вопросе такая, чтобы каждый житель мог абсолютно, получив квитанцию, видеть, да, вот это я согласен, 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 согласен. Конечно, в идеале мы к этому стремимся. В идеале. Безусловно, сейчас будет, сейчас со следующего года, как вы знаете, меняется принцип формирования фонда на проведение капитальных ремонтов. Этим фондам разрешено будет опережать программы, беря кредиты, вкладывая срочно деньги в жилой фонд. Появляется масса других механизмов, которые ускорят решение задач проведения капитальных ремонтов. Что касается платежек, начислений, безусловно, это работа управляющих компаний. Безусловно. По одной лишь простой причине. Здесь и властям на местах необходимо координировать работу. Координировать работу управляющих компаний. Сегодня все инструменты для этого есть. Если управляющая компания заблудилась в аппетитах своих, если надо говорить нам, у нас сегодня инструмент и по лицензированию, они сегодня есть. Безусловно, тут никто не собирается рубить всех направо-налево шашкой. Но об этом надо говорить сегодня. Меры воздействия на управляющие компании, как это было два года назад, сегодня меры эти есть. Надо просто заниматься этим. Каждый день. Это тяжелейший труд, невероятно сложный труд. Но этим надо заниматься и надо находить соответствующих людей, кто это будет делать. Интересовались журналисты у губернатора и о реализации проекта Музея Победы. Спросили и о том, где и как губернатор встретит Новый год. Прозвучали вопросы и об экономии бюджетных средств, о чиновничьих зарплатах и закупе сервизов для ЗАГСобрания. И сувенирных овец для правительства. Я, кстати, Верхневенскому автономному учреждению, где работают люди с ограниченными возможностями, благодарен за то, что они подготовили шикарные шкатулки, которые мы подарили нашему ДИП-корпусу. Мы не можем без обычаев делового оборота, международного оборота, мы не можем, приглашая к нам сюда инвесторов, не встречать. Я езжу по миру, приезжаю в Германию, там знак уважения – это обычай, это правила общения. И без сувениров, к сожалению, мы можем, конечно, сесть, я могу воды налить, допустим. Ну, просто так, гостеприимно пригласить, приезжайте к нам, давайте водички попьем. Но благодаря тому, что мы через вот эти торги поддерживаем наш промысел, мы поддерживаем людей с ограниченными возможностями, я считаю, что это очень здорово. У них не всегда есть возможность продать. И те, кто занимается и добывает, делают уникальность нашу культуру, те, кто подчеркивает самобытность, нашу самобытность, они не всегда могут продать. И то, что мы занимаемся этим, это ведь поддержка народных промыслов. Отвечая на вопрос об экономии бюджетных средств, Евгений Куйвышев сказал, что удалось сэкономить средства за счет внутренних резервов, то есть выводятся из оборота имеющиеся свободные ставки. Перекладываются полномочия на тех или иных сотрудников. В ежемесячном режиме решаются вопросы по оптимизации, по сбору налогов в том числе. Не оставил губернатор без ответа и вопрос по собственной зарплате, подчеркнув, что начал с себя. И зарплата у губернатора урезалась. Когда начинают задавать вопросы, давайте там пояса затянем и так далее, на ЗАГСобрании, либо с журналистами, я всегда говорю, давайте начнем с себя. Вот я с себя начал. Очень сложно принимался бюджет. На фоне этики и морали стоит сказать, когда в не совсем легкое время первое лицо региона урезает себе заработную плату. Глава Артемовского городского округа на протяжении трех лет ее себе не повышает. Почему-то у Артемовской счетной палаты просыпаются аппетиты. На одну из прошедших дом счетная палата выходила с просьбой повысить себе оклады, что, собственно, мы оставим без комментариев. На совести данных чиновников Артемовского. Возвращаясь к пресс-конференции, стоит отметить, на фоне таких тем, как импортозамещение, здравоохранение, строительство жилья, детских садов, дорог и мостов, темы жилищно-коммунального хозяйства, прозвучал вопрос от журналиста из Артемовского. А вернее, ответ губернатора, вызвавший аплодисменты в аудитории. Газета «Все будет город Артемовский». Можно вопрос? Да. А почему вы так назвали ее? Позитива хотелось. А «Все будет» это «Все будет» что? «Все будет» хорошо. Ну так тогда мы и назвали «Все будет хорошо». Нынче, вот в этом году город Артемовский прославился как мусорная столица России. Ну, да ладно, ладно. Ну, было, было такое, на первом канале прозвучало. Вот, к нам даже приезжал замминистра российский, федеральный, и чтобы мусор, чтобы у нас свалки поискать. Ну, значит, свалок он, как водится, не нашел, конечно, но вместе с тем проблема-то осталась. Свалки убрали, а проблема осталась. Вот у нас, например, полигоны, два полигона есть, и они оба уже выработали свой ресурс. И люди все своей надежды связывают со строительством мусороперерабатывающего завода, о котором вроде бы шла речь, когда приезжал вот наш вот этот вот федеральный министр. Вот нельзя ли как-то, не могли бы вы каким-то образом помочь продвинуть решение этого вопроса? «Все будет». Нет, полига. Губернатор, конечно же, не отказал в помощи, но при этом, отвечая на вопрос, разъяснил, как на самом деле обстоят дела. И в его ответе прозвучало ровно то, что грех не знать самим артемовским СМИ. Давайте, я сейчас попытаюсь вам раскрыть все тонкости этого дела. Я имею в виду сборы, вывозы, переработки, утилизации бытовых отходов. Это на самом деле дело непростое. И хочу сразу оговориться, что это полномочия органов местного самоуправления. Дело все в том, что это и организационно емкий процесс. Это кажется, что контейнер, тут вот он стоит, набросали, увезли, привезли, значит, скинули в полигон и вроде бы закончилось. Нет, и полигон это достаточно серьезное инженерное сооружение, экологическое сооружение. Мы считали экономику этих заводов. Ведь все должно сегодня, вот если построить этот завод, то услуга на переработку мусора, на переработку мусора и даже получение с него когенерации, когенерации тепла и электроэнергии, она потребует существенного увеличения квартирной платы. Губернатор отметил, что построить завод сегодня не составит труда. Но вопрос в том, кто будет его содержать. И в решении данной проблемы речь даже не столько в строительстве перерабатывающего завода, сколько в целом в организации процесса. Ведь необходимо понимать, данный вопрос не решить одним днем. Действительно, Федерация, Министерство строительства сегодня разрабатывает программу. И действительно, это надо. Это сегодня надо делать, потому что пройдет еще какой-то промежуток времени, несмотря на то, что у нас земли очень много, нам нужно думать об экологии. И я здесь абсолютно поддерживаю их, выражаю им свои слова благодарности за то, что они к этой теме подступились. Я вас уверяю, не только дело в городе Артемовском, есть и другие наши муниципалитеты, где полигоны, к сожалению, уже исчерпали. Я недавно в Талице был, там такая же проблема. В Тагильской агломерации то же самое. И много очень муниципалитетов. И мы сегодня действительно прорабатываем вопрос вхождения в федеральную программу. Отдельно нам это слишком дорого сегодня. Недорого построить? Построим. Вот потом кто за это платить будет? Если будут подготовлены, в том числе и Федерации, соответствующие нормативные документы, которые позволят нам финансово обеспечить режим существования этих заводов, мы быстро их построим. Этот вопрос сейчас находится в стадии решения. Правда. Обо всем, что прозвучало в ответе губернатора, не раз озвучивалось и в Артемовском. Но получается, что некоторые местные СМИ пропускают мимо ту информацию и действия того же руководства Артемовского городского округа, которые направлены на решение проблемы мусора в округе. Взять ту же поездку главы Ольги Кузнецовой в Совет Федерации на экологический форум. Или на уже забытый момент, когда выделялись средства и был готов проект полигона, против которого силами самих же печатных изданий был настроен народ Артемовского. Почему-то артемовскими СМИ умалчивается информация, а может просто неинтересна работа, проводимая на местном уровне. Ведь куда забавней для наших журналистов, видя верхушку проблемы. Не задумываясь о тонкостях ее решения, с легкостью вынести ее на федеральный канал, прославив Артемовский с не лучшей страны. И самое интересное, тема продолжает муссироваться. Остается надеяться, что полученный ответ от губернатора еще раз докажет очевидное. И в Артемовском к организации чистоты подойдут с другой стороны. Пока идет решение по строительству полигона. В завершении стоит также отметить и ту дружескую доверительную атмосферу, которая царила в конференц-зале. Несмотря на серьезность поднятых тем, улыбками озарялись лица и журналистов, и губернатора. На все вопросы представителей СМИ Евгений Куевышев дал исчерпывающие ответы, с которыми каждый вернулся на свое рабочее место в свой муниципалитет, чтобы донести всю правду жизни до населения.